Авария со смертельным исходом. ЧП произошло сегодня утром на автодороге Самара-Шимкент. За последние сутки, 12 сентября, в области зарегистрировано 140 новых случаев коронавирусной инфекции. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Погода на этой неделе в нашем регионе ожидается умеренно теплой и без осадков, но с ветром. В первые дни дня температура воздуха днем составит 20-27 градусов, ночью от 3 до 12 градусов тепла. Погода на 15-16 сентября. Днем 15 сентября на северо-западе, сутки 16 сентября на северо-востоке области дождь. Днем 15 сентября на северо-западе, сутки 16 сентября на северо-востоке гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 метров в секунду. Днем 15 сентября, сутки 16 сентября, местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-13, на юге области 16, днем 23-28 тепла. Авария со смертельным исходом. ЧП произошло сегодня утром на автодороге Самара-Шимкент. Полицейские еще раз напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах. В 6 часов 45 минут утра на 798-м километре автодороги Самара-Шимкент произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 32-летний водитель автомашины ВАЗ-2109 двигаясь со стороны города Храмтау в направлении города Ахтюбе на автодороге Самара-Шимкент, близ поселка Ахжар Храмтовского района, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной ГАЗ-3105 под управлением 38-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водители и пассажиры автомашины ВАЗ скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. Водитель автомашины ГАЗ-3105 и его пассажир были госпитализированы в центральную районную больницу города Храмтау. За последние сутки 12 сентября в области зарегистрировано 140 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, суточный прирост заболевания составил полпроцента. Регион все еще находится в красной зоне по распространению коронавируса. С начала учебного года, а как известно, в этом году школьники вернулись к традиционному формату обучения, среди учащихся было зарегистрировано 145 случаев COVID-19. С 1 сентября, с начала учебного года по 12 сентября, на сегодняшний день зарегистрировано по городу Ахтюбе среди школьников 145 случаев, в Каргалинском районе 2, в Волгинском 3, в Иргизском 2 случая, в Хабдинском 10 случаев, в Мартугском 9, в Мугалжарском 4, в Тимирском районе 3, в Уилском районе 1, в Храмтауском 1, в Шалкарском районе 5 случаев, в Байгайнском 4. По всем зарегистрированным ученикам, в какие классы они зарегистрированы, вручены директорам школ постановление о проведении противоэпидемических мероприятий, классы ушли на самоизоляцию, на онлайн обучение на 14 дней. На сегодняшний день обе дозы вакцины в области получили 247 119 человек, в процентном соотношении это порядка 47,3%. Как отмечают медики, для коллективной иммунизации населения полный курс вакцинации необходимо пройти свыше 500 тысячам жителям региона. Порядка 10 новых автобусов, привезенных в Ахтюбе в конце августа, сейчас без дела стоят на стоянке фирмы-перевозчика ТО ПАТП. Причиной служит дефицит водительских кадров, рассказали сегодня в Центре обеспечения безопасности дорожного движения. Насколько вам известно, в город Ахтюбе прибыло 32 новых автобуса, которые сейчас ездят на маршруты 8А и 48. На этой неделе планируется вывести маршрут на 20-й, то есть 20-й маршрут. Сейчас идет набор водителей, как только укомплектуются, сразу же примем. Данные маршруты идут в пилотном режиме, соответственно, там без кондукторов. Там работает служба КРС, контрольная ревизионная служба, будут выявлять людей, которые не оплачивают проезд, то есть зайчиков. Соответственно, если их поймают, будут штрафовать в размере 2МРП. Всего к концу года в наш город планируется поставить порядка 150 новых пассажирских автобусов. На сегодняшний день в ТО ПАТП заработная плата водителей составляет около 200 тысяч тенге. Однако это не помогает решить проблему нехватки рабочей силы, отметили сотрудники Центра. Также, по их словам, к дефициту водительских кадров приводят и условия получения требуемой водительской категории. Согласно этому условию, чтобы получить необходимую для вождения автобусов большой вместимости категорию D, нужно иметь стаж не менее трех лет по категории D1, то есть вождение небольших автобусов. Розничные цены на овощи не претерпевают изменений. Сейчас на прилавках супермаркетов цены на картофель, морковь и лук по-прежнему начинаются не меньше, чем от 150 тенге, а местного урожая там встретить пока практически невозможно. Все те же овощи, все те же цены. В одном из гипермаркетов нашего города овощные прилавки могут порадовать потребителей только тепличным урожаем, так как местного завоза, по всей видимости, еще не было. Ежегодный сезон сбора картофеля, моркови, лука уже в самом разгаре, но цены на них остаются прежними. В целом у нас по области картофель посажен на площади 6 тысяч 300 гектаров, и, соответственно, овощи были посажены на 4,5 тысяч гектаров. В целом на сегодня картофель убран почти с половиной тысяч гектаров, около 3 тысяч гектаров. Средний урожай картофель составляет, в зависимости, конечно, от хозяйств, от 18 до 22 тонн с одного из гектаров. Да. Овощи уже убраны на площади почти 70% убраны, сейчас остались поздние культуры, овощные культуры, скажем, капуста, морковь, свекла, вот такие поздние культуры осталось. В принципе, то, что засуха в этом году была, она, конечно же, не отразилась на целом развитии картофеля, почему? Потому что они практически все возделываются на орошение. Привозной картофель здесь можно купить по 184 тенге за килограмм, лук по 117 тенге, морковь по 153 тенге, свеклу по 275 тенге. Наличие отсутствует лишь капуста. А вот разнообразие теплично выращенных овощей дополняет огурцы, которые стоят по 270 тенге за килограмм, и помидоры, чья цена по праву сейчас является самой высокой на этих прилавках – 455 тенге за килограмм. Ну, крупные хозяйства, мы бы хотели выделить из них 5 крупных хозяйств, из них вот в городе Ак-Тубе он находится, то пригородное порядка 150 гектара сие. Дальше в Желтавском сельском округе, то Ак-Туб тоже около 100 гектаров. И вот крестьянские хозяйства, в Желтавском сельском, корне сие соворотно, ну, сажают, то есть более 30, каждый гектар. А так, если в целом по области взять картофельеводческие хозяйства, практически есть в каждом районе. Даже в отдаленных районах, там Байганинский, Темирский район, да, ну, там, да, по одному, там, 5 гектаров. А вот крупные, которые я назвал, это в городе Ахтубе и в Сельдовском сельском округе. В областном сельхозуправлении утверждают, что несмотря на долговременную летнюю засуху, урожайность упала не сильно. Помимо местных овощей к нам регулярно идет завоз и из других регионов. В целом в нашей области действует пять крупных хозяйств, на грядках которых уже идет сбор картофеля, моркови, лука и свеклы. А более мелкие поля существуют в каждом районе и сельских округах. Тамирис Шумабаева, Алексей Уразов, программа «Факт». В нашем регионе продолжается деятельность отдела по анализу цен на горюче-смазочные материалы и автомобильный газ. И, как отметили сотрудники отдела, на сегодняшний день колебаний цен на автомобильное топливо в Ахтубинской области не наблюдается. Однако мониторинг цен на топливо затрагивает далеко не все заправочные станции. Сейчас проводится нами департаментом мониторинг ежедневный. На данный момент подорожания нет, цены стабильные, дефицита также не наблюдается. Но мы, да, заправок много, мы не все прям мониторим, мы крупные сети мониторим на рост цен. Потому что у них есть доля доминирования на рынке, поэтому мы крупные. Ну это вот все, которые знают, Синоил, Казангаз сейчас, Казагаз и Гериус. В нашем городе средняя цена самой ходовой марки бензина АИ-92 сейчас составляет 167 тенге за литр. АИ-98 в среднем продается по 207 тенге за литр. Бензин 95 марки в среднем по 188. Дизельное топливо по 197 тенге. Автомобильный газ по 65 тенге. В Казахстане заработало второе предприятие по производству вакцин, сообщает КАСТАКС, со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения. На площадке Антиген уже выпущено 300 тысяч валидационных серий вакцин КАЗВАК при мощности до 1 миллиона доз в месяц, говорится в сообщении. Научно-производственное предприятие «Антиген-2» после биофармзавода при ТО «Отар-Биофарм» производственная площадка по полному циклу выпуска медицинских вакцин. Для его запуска было закуплено новое оборудование для производства вакцин. О других событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3088 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает «Тенгрин-Юз» со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19. Всего с начала марта 2020 года в стране подтверждено 842 587 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время в Казахстане 3959 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки. Всего в стране с начала пандемии от COVID-19 выздоровело 762 049 человек. Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 сентября 2021 года, передает Казинформ. В красной зоне Нурсултана, Алматы, Шемкент, Акмолинска, Актюбинска, Алматинска, Тарауска, Каргандинска, Кастанайска, Мангистауска и Павадарская области. В желтой зоне – Восточно-Казахстанская область, в Жамбульска, Казалардинска, Западно-Казахстанская, Североказахстанская область. В зеленой зоне – только Туркестанская область. В Казахстане полностью вакцинировали почти 60% взрослого населения, передает Тенгри Ньюс. По данным Минздрава на 13 сентября, первым компонентом вакцины от коронавируса провакцинировали 7 миллионов 87 тысяч 994 человека. Вторым компонентом – 5 миллионов 96 тысяч 80 человек. Число провакцинированных первым компонентом уже составило 71,1% от подлежащего вакцинации населения. Вторым компонентом вакцины привили 59,2%. Кастак передает вопрос по вакцинации детей еще не решен, сообщил заместитель Акима Алматинской области Батыржан Байжуманов. «Никакого опроса у родителей, никаких данных у родителей, данных детей мы не собираем. В Казавардинской области эта бумага вышла, это, по-моему, фейк был. В любом случае, эта информация не подтверждается. Если бы проводилась такая работа, то она проводилась бы по всей стране, но на сегодня по вакцинации детей пока вопрос не стоит», – сказал Байжуманов сегодня на брифинге. Близ Талдыкоргана при столкновении Тойота и Ауди пострадали 6 человек, двое из которых погибли, сообщает спутник Казахстан. В результате лобового столкновения на месте скончались водители обеих иномарок, а также четыре пассажира, автомашины Тойота Карина с различными травмами, были госпитализированы в больницу в Штобе, сообщил в областной полиции. Обстоятельства и причины аварии выясняются. В Казахстане число уголовных дел, связанных с приобретением и хранением оружия и боеприпасов, возросло почти на 43%, передает Тенгриньюз с января по июль. В Казахстане было зарегистрировано 874 уголовных правонарушения, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Спутник передает в Байконыре главой администрации Константином Бусигиным введены послабления карантина. Так туристов снова начнут пускать в город и на космодром Байконур. При этом необходимо иметь свежий ПЦР-тест, подтверждающий отсутствие у въезжающего коронавирусной инфекции. Спутник сообщает, врач-онколог-мамолог из Казахстана Эльмира Алиева стала настоящей героиней авиаперелета Алматы-Анталья. Узнав от экипажа, что одной из пассажиров стало плохо, она оказала женщине своевременную и высокопрофессиональную помощь и вывела ее из кризиса. Эльмира первая откликнулась на просьбу о помощи, взяв у экипажа авиалайнера тонометр и пульсоксиметр. Врач измерила давление, которое, как выяснилось, было сильно повышено, и сатурацию, которая, наоборот, оказалась низкой. Понимая суть проблемы, Эльмира Алиева тут же дала женщине препарат для понижения давления, подключила кислородную маску для дыхания и начала делать пациентке массаж рук. На остановившиеся 4 часа полета Эльмира пробыла рядом с больной. Когда самолет благополучно приземлился, их уже ждала карета скорой помощи. Медики провели осмотр больной и установили, что кризис миновал. Турецкие медики, осмотрев пациентку, не нашли причин для ее госпитализации. Она чувствовала себя настолько хорошо, что ей позволили отправиться прямиком в отель. Сейчас на РИК-ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. В ходе визита в Хавдинский район Акимобластин до сыну Розалин торжественно открыл дом музея Алимуда Буловой на ее малой родине. Пожарное дупо в районном центре, а в село Сарабулак пришел природный газ. Уже более двух миллионов казахстанцев прошли переписи в онлайн-режиме. Актюбинцы не спешат проходить перепись по интернету. В Военном институте сил воздушной обороны в минувшие выходные состоялась церемония принятия присяги первокурсниками. Ищешь мебель без изъяна? Заходи в салон «Даяна». В новом салоне «Даяна» последние коллекции от ведущих мебельных брендов Республики Беларусь. Легендарное качество из массива натурального дерева. Мягкая и корпусная мебель. Модульные системы для любой комнаты. В честь нашего открытия по потрясающе низким ценам. Откройте для себя мир мебели «Даяна». Ждем вас в торговом доме «Мечта» рядом с клиникой «Дару». Все еще без собственного жилья? Купи 5 билетов Телебинго стоимостью 2500 тенге и участвуй в розыгрыше новой квартиры. Билеты можно купить в торговых центрах и супермаркетах вашего города или онлайн. Розыгрыш состоится 26 сентября. Подробнее на сайте esoldos.kz Всем привет! Меня зовут Джейк. Это мой брат Мурат. Сегодня мы дома смотрели телевизор и вдруг отключился свет. Мама пригласила электрика. Он приехал и починил свет. Когда он нас увидел, он сказал, что при обращении с электроприборами нужно строго выполнять правила безопасности. Например, если вы ставите на зарядку мобильный телефон, то сначала подключите шнур к телефону, а затем вставляйте шнур в розетку. Опасно использовать электроприбор с поврежденной изоляцией шнура. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду, если он металлический при включенном в сеть нагревателе. Никогда не тяните за электрический провод руками. Нужно следить за тем, чтобы провода сильно не перекручивались, не соприкасались с батареями отопления. Приборы, в которых кипят воду, электричайники, нельзя включать в сеть пустыми. Их нужно наполнять водой и не меньше, чем на одну треть. Вы смотрите программу «Факт». На Рик-КТВ мы продолжаем. Глава региона Онда Сыну Розалин 11 сентября совершил рабочую поездку в Хабдинский район. В ходе визита Акимобласти торжественно открыл три важных объекта для района. Дом музея Али Молдогуловой на ее малой родине, пожарные депо в районном центре, а в село Сарбулак пришел природный газ. В родном селе Али Молдогуловой состоялось открытие дома-музея. Его возвели по инициативе местных жителей. Идея построить дом-музей героя Советского Союза у жителей возникла давно, поскольку ежегодно количество людей, желающих посетить родное село Али Молдогуловой, Булак только росло. Теперь у желающих появилась возможность больше узнать о жизни и подвиге легендарной девушки-снайпера. Сегодня мы участвуем в очень значимом событии не только для этого села, но и целого региона. Открытие дома-музей нашей землячки и героя Советского Союза Али Молдогуловой. Особенность именно этого музея, в отличие от всех имеющихся даже в Москве и Питере, в том, что он стоит на земле, где Алия родилась и выросла. Это наша большая гордость. Работа над музеем началась в конце мая. Реализовать ее помог один из предпринимателей. Стоимость музея обошлась в 10 миллионов тенге. В строительстве принимали участие и местные жители. Общая площадь помещения составляет 80 квадратных метров. В музее можно увидеть памятные фотокарточки Алии, ее письма с фронта, книги, вырезки и статей про героя Советского Союза. Еще одним объектом внимания Акима стало село Цырыбулак. В селе накануне закончено строительство распределительного газопровода. Акима области лично приняла участие в церемонии запуска газа. Он отметил, что работа в этом направлении будет продолжена. Всего благодаря строительству газопровода в этом поселке топливом будут теперь обеспечены 640 жителей села. Из государственного бюджета для этих целей было направлено 279 миллионов тенге. Наличие голубого топлива теперь значительно облегчит жизнь местным жителям. В этом признаются и сами жители, которым много лет приходилось тратить силы и деньги на растапливание печей. Мы чувствуем большую радость. Мы так долго ждали этот газ. Всем спасибо большое нашему правительству, Акимам областным, Хабдинским, нашему Аульному Акему. Вот этот газ, который проводили, газ Айма, им большое очень спасибо. Также 11 сентября в Хабде состоялось открытие долгожданного пожарного депо. Строительство объекта началось с января этого года. Его строительство обошлось областному бюджету в 152 миллиона тенге. Отметим, что данная пожарная часть также оснащена вездеходом и автокраном 25-тонником для проведения аварийно-спасательных работ на автодороге Западная Европа-Западный Китай в зимнее время. Среди зимы зачастую бывают аварии, опрокидываются большие машины, фуры. И чтобы их поднять, для этого нужна специальная техника. И вот для этого было и приобретено, потому что именно вот здесь этот участок достаточно такой в этом отношении у нас проблематичный. Поэтому по просьбе Департамента по очередной ситуации мы были вынуждены приобрести соответствующую технику, построить вот этот депо пожарное для того, чтобы и хранить. И зимой фактически весь участок до границы Западно-Казахстанской области, до стороны Уила будет закрываться за счет этого. Это местный бюджет, это августный бюджет. До конца года по области планируется завершить строительство шести пожарных депо. Для реализации данных проектов было закуплено 23 единицы противопожарной техники и автолестница длиной 63 метра. Кристина Вейц, Алексей Уразов, программа «Факт». Уже более двух миллионов казахстанцев прошли переписи в онлайн-режиме, сообщает «Спутник». По итогам 12 дней лидирует Алматинская и Казалардинская области, а также город Алматы. Ак-тюбинцы менее активны в данном вопросе и не спешат проходить перепись по интернету. По состоянию на 9 утра понедельника перепись в режиме онлайн прошли 2 миллиона 41 тысячи 876 респондентов. Из них на самом сайте Sanag.gov.kz на вопросы ответили более полутора миллионов человек. Остальные воспользовались порталом ЕГОВ и приложением Айту. Южные регионы оказались оперативнее. В лидерах пока Казаларда. Наименьшее количество по показателю зарегистрировано в Мангостаусской и Атыраусской областях. Жители нашей области также не торопятся отвечать на вопросы анкеты. Напомним, перепись в настоящее время проходит в онлайн-режиме на специальном портале. Сайт Sanag.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Да, слышал. Проходили сами в онлайн-формате? Нет, к сожалению, пока времени нет. Ждете счетчиков, которые придут на дом? Ну, если придут, конечно, было бы здорово. Почему онлайн не пользуетесь услугой? Я же говорю, пока времени просто не хватает. Да, и честно, пару раз только по радио слышал. Да и забылось. Я ничего не слышал о переписи. Может быть, информации мало. Если надо, то пройду. Не знаю, не в курсе. Меня эти вопросы не интересуют. Да, слышал, что перепись идет. Дома проходили в онлайн-формате. Те, кто не прошел перепись онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. В связи с участившимися случаями мошенничества, гражданам рекомендуют быть внимательными в эти дни. Все официальные счетчики, которые будут совершать по домовой обход, обязательно снабжены удостоверениями с печатью, шарфами и синими портфелями с логотипом «Перепись 2021». По всем вопросам также можно обратиться в колл-центр 1446, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный. Ирина Гуць, Жаслан Жубаев, программа «Факт». В военном институте сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова в минувшие выходные состоялась церемония принятия присяги первокурсниками. В этом году военный институт принял более 120 новых курсантов, прошедших начальную военную подготовку. До принятия присяги новоиспеченные курсанты проходили курс военной подготовки, в течение месяца изучали общие воинские уставы, проверяли физическую и психологическую подготовку к службе и привыкали к новым условиям. Мероприятие завершилось торжественным маршем новобранцев, после чего курсанты отправились в свое первое увольнение. О спорте. Совет директоров континентальной хоккейной лиги утвердил распределение между клубами прибыли, полученные от реализации телевизионных и коммерческих прав, сообщается на сайте организации. Всего будет распределено 505,3 миллиона рублей с учетом НДС. Это является рекордом за всю историю выплат. Наибольшую сумму вознаграждения получит Йокерит. 53 миллиона 828 тысяч 360 рублей или около 315 миллионов тенге. Благодаря самому высокому в КХЛ спросу на телеправоматчи. Что касается Бориса, то он получит от КХЛ 16 миллионов 786 тысяч 1952 рубля. Это почти 100 миллионов тенге. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте.